так итак у нас начинается финал схватка за золотую медаль категории 61 килограммов и это схватку нам будет помогать наш числованный борец линии сборной виктор рассадин это приветствую всех вас всегда ну как вам вот эта схватка как думаете александр авелов против кежека монгуш представители сборной якутии ты вы можно сказать для легионера саша то я хорошо знаю вместе тренируемся работа и человек трудится поэтому сегодня думаю он заслуживает финала кежека монгуша мы знаем как одного из перспективных туринских борцов последнее время я я видел как он выиграл здесь 61 килограмм турнир дмитрия петровича куркина поэтому достойный соперник будет равна борьба тут я думаю кто лучше готов тот и победить все-таки саша тоже стабильный очень прибавил что мне нравится в авелове то что он борется всегда до конца ищет даже если проигрывает то пытается добросить на соперника и в частенько у него получается вот это такой хладнокровный такой собранный мне нравится в последнее время с мы наблюдаем за ним нравится как борется и как вообще схватку он держит контролирует поэтому виктор как у вас дела после турнира куркина вы ездили на родину среднеколымска мы знаем как поддерживаешь форму отходишь зал какие старты отдохнул хорошо после турнира можно сказать набрался сил восстановился полностью ненадолго ездил потому что нужно тренироваться не пускать себя от прежней формы тренируемся готовимся на сборы планируем поехать пока вот такие планы не хотели не хотелось бороться на турнире крылова мысли были такое желание как бы не было честно сказать когда вот смотришь ну 74 там или 77 граммов там финал будет между осаин козырек и представитель представитель буряти по моему сейчас да сам нет сейчас помнить сиркутская сиркутская парень 70 килограммов как оцениваешь капрунов надо на последнюю секунду проиграл и ну козырек да я вообще думал рассчитывал что 70 будет наш финал якутский но так как жеребовка распределила все лидеры были до наших всех ребят вниз как-то ушли ну думаю капрунов как бы хорошо поборется и албанова кумов тоже с хорошей но семьи скоро у нас в основном ну все сильные вес у нас и и фаминистая олег фамина конечно есть тоже поэтому каждый мог выйти финал из них поэтому не в хорошей форме это понял что это турнир тоже как бы такой так сказать старт всегда никогда лично не бывает поэтому любой проводить это как тренировочный старт можешь взять поэтому домашний так и теперь проход в ноги от кижика монгуш защищается сейчас а вела так два балла зарабатывает кижика есть опыт поэтому для него сейчас такой комфортный комфортный счет надеюсь что саша сейчас будет работать и должен догнать александр равелов из родом из нюрбинского района в юнош ну да в действии до года пять-шесть назад он остановился победителем всемирных юношных игр в индии этот чемпионат а иногда называли первенство мира но это бы не было первенство мира да это были дошкольные всемирные игры но в любом случае тогда а вела победил и тогда считался уже перспективным борцом какое-то время адаптировался взрослый борьбу какое-то время только набирал сейчас вот сейчас вообще вот уже уже на взрослой борьбе он может уверенно бороться со всеми лидерами независимо откуда да к сожалению с этого прохода не удалось забрать баллы еще достаточно принципе надо работать потому что как-никак проиграть кто-то из хапсагая сейчас показал монгуш а подсечка внутренней стороны последняя минута пошла но мы рассказывали что александр авелов любит бороться до конца до конца на последних секундах он не терять надежды посмотрим что из этого сейчас получится кейджик очень хорошо контролирует захват и что-то из до арсенала леонида спиридонова за пятки красиво было уже 05 пользу туинского борца который кстати представляет иркутскую область в этом году они с братом до перевелись дают параллельный зачет и республики 2 и как здесь один балл александра авелову и до конца остается 10 секунд авелов а будет атаковать пытаться бросить вот это его надо чуть 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 не получилось в любом случае в любом случае кейджик опытный очень борец поэтому очень хорошо контролировал свадку и вышел победителем третий турнир ряду если не ошибаюсь выиграл кэджик монгуш два в якутской да и до этого еще он где-то на студенческих соревнованиях по моему да они тогда с братом тоже стали чемпионами и такая победная серия стабильность спасибо виктору рассадину за комментарий в данном случае этого финала спасибо большое удачи виктор будем ждать будем верить будем болеть благодарю так ну мы переходим категории 65 килограммов свадка за третье место ну а пока мы смотрим за яркими моментами вот был момент да когда он мог среднестатистических борцов он обычно кидает на часть этого положения на 4 балла но здесь соперник оказался более мастеровитом и смог зачищаться и так тулинский борец рт не виду травмы соперника выиграл досрочно без схватки скажем и 2 2 2 схватка за бронзовую медаль категории 65 килограммов максима шаргоев иркутск и николай бард республика цахая котия в этом весе 65 килограммов а после этой встречи состоится тоже интересный поединок свадка за золото на ковре встретиться кежик чимба это известный тислованный борец из тв и красноярска его соперником станет наш джелускан тотонов а по 4 балла здесь нашему борцу николай бард забрал руку и хорошая возможность для перевода переворота накатом еще два балла дается афанат симпантилов а судит таких нам а вновь присоединяется александр оконечников у микрофона николай бард 65 килограммов тоже молодой борец да вот коля тоже после долгого восстановления после трамвы да но немного обидно что молодые борцы у нас до получает травмы да спорт без этого все равно не входит так пока 80 уже у нас было четыре балла и затем два коля вот жиганского улуса старшие братья тоже боролись мастера спорта федор и алексей да да еще один проход но здесь два балла в том числе наверно возьмет и эта схватка завершится за срочной победой 10-0 10-0 порадовал трибуны уверен сейчас мужиканские многие сидят у телевизора и радуются за своего земляка бронзовая медаль 20 тысяч рублей форма не смотрим яркими эпизодами вот здесь 3 балла было в кише чем бы потом абдилстан еще два балла и еще два балла числе накат Своя категория 65 кг, олимпийский вес. Кэжик Чимба и Джилусхан Татонов. Чимба поопытнее, по мастеровитии. У него и медалей, наверное, таких на больших турнирах больше. Ну а Джилусхан Татонов наш борец. В этом году он мне очень понравился на чемпионате России. Провел несколько схваток. Два выиграл, да? Уступил только Рашидову Каджимураду. 3-1. В общем, оставил такое хорошее впечатление. Ну и здесь вышел в финал. У нас в этом весе сильно не конкурентный вес внутри республики, да? Скажем, как, не как 57, 70. У нас 57, 70, 61 уже более так. В последние годы, за последний год, наверное, Джилусхан стал таким лидером этого веса, да? Он в этом году в Дальний Восток выиграл, уверенно. Родом из Сумтарского луса. Ну, хотя вот его борьба, не скажем, чисто такая Сумтарская, да? Обычно вот Сумтарская школа борьбы, где бывает много приемов, много расколов, да? Ну, Джилусхан – это такой более прагматичный борец. Ну, Кэжик Чимба на турнире Коркина очень хорошо сбрался и выиграл турнир. Да, часто приезжает у Винца Якутск, да, будь-то турниры Коркина, будь-то турниры Романа Дмитрова, ну и на Крылов, на турнир Крылова они тоже приехали, такой, боевым составом. Здесь опасный момент, да? Опаснейший момент. Выпустил. Да, захват был у Татонова, но... Вот свой второй проход сделал. А балла нету? Вот, нету, вот. А вниз нет. Балл заработал Джилусхан. Да. На такой момент, да? Хорошую защиту показал сейчас Джилусхан. Джилусхану надо навязывать свою борьбу. Джилусхан с обоюдного захвата хорошо чувствует. Угу. Надо вот эти захваты не мог первым взять. Вот отсюда, да? Да, отсюда. Время закончилось. Ну, счет у нас 0-1 в пользу Джилусхана. В первом периоде было, ну, наверное, два эпизода, да, где могли и Джилусхан, и Кежик заработать свои баллы, но защита оказалась выше, лучше. Джилусхану сейчас главное не пропустить ноги. Ну, понятное дело, сейчас Кежик будет атаковать, да? Проявлять активность. Вот, вот сразу пошел атаку Кежик. Вот отсюда надо сейчас Джилусхану для самому хантра атаковать. Надо там забежать под себя. Вот, атака, от атаки борется пока Джилусхан. Угу. Смотрим. Сейчас могут активить тайм. Теперь снова проход. Ну, как легко взял. Да. Здесь надо защищаться. Ищет стресс на захват, хотя нет. Пристойка. 2-1. Вот, сильно засчитывается и поплатился за свои ошибки. Сейчас надо атаковать. Атаковать. Вот, надо вот до конца делать оттуда прием. Минута 35 остается. Надо забежать, вот. Да, много времени потеряли из этого положения. В прошлом году Кежика Владислав Кировошапкин положил на лопатки. Да. В прошлом году без медали остался. Последняя минута пошла. Джилусхану нужно два балла. Да, вот так стоять. Один балл ему не поможет. По качеству. Поэтому Джилусхану нужно как минимум два балла. Секундомер тикает. Смотрит на табло. Смотрим сейчас, кто-то сможет сделать или нет. Ну, Кежик активно защищается. Не дает. 15 секунд. А надо... Работает до конца. 5 секунд. Да, и... Кежик Чимба. Сочетом 2-1. Выигрывает схватку и становится золотым чемпионом турнира Александра Крылова. В категории 65 килограммов. Кежик Чимба. Сочетом 2-1. В категории 65 килограммов. Ну, тактически очень грамотно построил эту схватку. Да. Как мы увидели. В категории 60 килограммов. Кежик, вот, на последней минуте взял захват и, в общем, не дал ничего сделать. Сам атаковал. В начале 2-го периода ему удался вот этот проход победный. Примурии 8-го. Санта Юнция. Санта Юнция. Санта Юнция. Санта Юнция. Ну, на 61 и на 65 килограммов у нас чемпионами стали триумфаторы Коркинского турнира. Да, они подтвердили свой статус, да. Да. Григорий Осипов, Республика Сахар-Якутия и Хондан Гармаев. Это у нас пасовая категория 70 килограммов. Сватка за бронзовую медаль. Ну, а после этого поединка нас ждет тоже интересная схватка. Константин Капрынов встретится с Игорем Ухоевым. Да. Вообще вот в категории 70 килограммов все лидеры, да, были. В нижней сетке все. В нижней сетке расположены. И Олег Фомин, и Саин Козырык, и Албана Вакумов, и Константин Капрынов. В общем, их было очень много. В прошлом году Игорь выиграл у Константина на этом турнире. Да. Добрал руку. Сергей Сергеевич. Сергей Сергеевич. Ну, еще раз напоминаем, что по итогам турнира памяти Александра Крылова между чемпионами по весовым категориям состоится традиционный, ну, не розыгрыш, а скажем, да, лотерея между чемпионами. Они будут вытягивать билеты, и у одного из них выпадет счастливый билет на сумму 1 миллион рублей, дорогие друзья. Сразу дают наличными. Сразу наличными дают, без никаких сертификатов, без ничего, просто наличными дают, и молодой спортсмен уедет домой или останется здесь в Якутске, да, с хорошей суммой денег. Ну, интересно, в этом году кто возьмет. Да. Чисто техническую победу одержал Сандан Гармаев. Здесь Сандан Гармаев оказался лучше. За 2 минуты он оформил счет 10-0. Так, и Константин Капрунов сейчас выйдет на ковер. К сожалению, для него эта схватка за бронзу приучила Константин в последнее время с хорошим результатом. Сандан Гармаев объявляется мир и жизнь в связи с рекламой на телевидении ведется прямая консляция. Так, ну и... У нас реклама, да? Схватку Константина Капрунова и Игоря Упхоева мы посмотрим после рекламы, дорогие друзья. Мы продолжаем наш турнир, всероссийские соревнования по вольной борьбе среди мужчин. В памяти мастера спорта России, народного депутата, госсобрания Илтумен, 4-го созыва Александра Крылова, Константин Капрунов, капитан сборной республики по вольной борьбе и его соперник из республики Бурятия Игорь Упхоев, тоже молодой борец, один из лидеров тоже своей сборной. Оба борца уступили на последних секундах буквально Саину Козырык. Начал с места карьер и сразу забрал 2 балла, еще 2 балла, 4-0, еще 6-0, 8-0. Много болельщиков у Константина, дети болеют. Костя, 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 вот они. Вот такой вот недавно, на первенстве в России до 23-х лет, стал пятым, ну такой набирающий молодой парень. У них 70 килограммов лидер России Евгений Жирбаев есть. На фоне Жирбаева они ребята прибавляют, но как и у нас тоже на фоне Виктора Рассадина ребята прибавляют. Костя есть, вот Фомин Олег, Албана Вакуумов, Айсен Потапов. Поэтому где лидер есть, там вот в этой категории уже за ним, да? За ним ребята идут. Как выбирали капитана Капрунова? Вообще, как это происходит в действии, выбор капитана? Ну, выбор капитана, как вы знаете, вот Нергон сам сложил полномочия, потому что я весь год с ребятами рядом. Сергей, не бываю, да, Сергей, тренер сейчас тренируется в Великавказе. С семьей и женой там живут круглые. Сложил полномочия у всех членов сборной команды. Всех собираем и, ну, Нергон сами ребята выбирают. Единогласное решение выбрали Костю. Не только, наверное, за спортивные успехи, а как и за человеческие в целом качестве. За человеческое качество, да. Ребята тоже сами знают, как вот лидерские качества у Кости есть. Первый период закончился с учетом 8-0 в пользу Константина. Свои баллы он набрал, забрал, да, в самом начале периода. Но потом, да, чуть-чуть успокоились борцы. Хороший перевод. Перевод, смотри. Вот лич. Какой-то похожий. Вау, да. Машки. боли здесь от 2 балла и 4 баллы конца стоит все-таки 4 балла на табло у нас стоит и интрига до появляется хватки 48 пусть и не надо устанавливать ну тем интереснее для нас зрители и подводников борьбы когда на ковре проходит равная борьба бескомпромиссная для много бросков то всегда интересно наблюдать прошлом году тоже такая кости выиграл и в концовке тоже вот это надо учитывать все время надо навязывать свою борьбу полторы минуты остается провести успешную атаку все время вниз тянуть за шею вот правильно делать кости сейчас уже сбивать надо 55 секунд остается ну капрунов сейчас никуда не торопится он ведется с преимуществом 4 балла то появилось сейчас надо рисковать атаковать искать моменты это становился вот это тоже плохо атаковать пассивная защита пассивная защита и кости начинается более активных вот сейчас отсюда надо вот и надо забежать на работать и все было немного тревожно все таки и знаем все в любом случае константин капрунов бронзовым призером ноги ждали верно золото не всегда же борец может побеждать то есть и хорошее качество есть всегда берет и реванш как что будем ждать встречи капурнова и стоя на козырык вот например на турнире байкал open да он по-моему три реванша взял да в том числе и у и евгений жербаева тоже так что после чемпионата россии у азнаура таваева взял итак финальная схватка сергей и якимов и пуска я область и соин козырык мастер спорта международного класса победитель первенства мира призер и рыгинского на взрослом чемпионате россии он становился призером я не знаю сейчас не могу сказать но целом он такой всегда на счету и до 4 балла со стойки положение рычаг милка и скорее всего туши до 4 балла и туши чистая победа цена козырык легко и непринужденно за 33 секунды добиваются победы ну будем считать что саин козырык заслуженно стал чемпионом а турнира крылова все со всеми лидерами весы и победил на повторе обязательно посмотрим этот бросок и вот ну с этого положения выбирать выбираются не все это почти что ханда мертвый захват ну и мы постепенно переходим на весовую категорию 74 килограммов здесь тоже пройдут интересные встречи и на ли кстати мы будем болеть за айсена потапова против на поделами на баде его тоже сильного бурятского спортсмена ну будем наверно будет равная борьба до туман боди я тоже не распространяем айсена чемпионате дальнего востока проиграл ему дома должен взять это ванш ну а пока у нас и накиди баба ранов и буряты тоже могут называть его земляком но представляет он приморский край миссия табаев его старшая сестра анастасия является тоже титулована спортсменкой наверняка бы о нем знаете вот вместе трабаев против инакентия баба ранова баба ранова намного лет моложе и так поединок с открытием место в районе пояде 74 килограмма придут с красным треком представитель команды поливорного края не принимает спортсмен 32 года мастер-скорка россии чемпион надевосточного федерального полу года занимает спортсмена шмолина покатры лидер юрий волна и кровь доиграла на покупку добавим да где-то депоин поле Не возмущите, блин. В этом весе наш Стас в связи с Трамвой пропустил этот... Да, мы тоже ждали выступления Станислава Синобоева. После первенства России, на первенстве России получил Трамву шеи. У Станислава Синобоева есть родной брат Егор Синобоев. Он является спортсменом, масс-рестлером и многоборцем по национальному многоборью. Вчера он стал победителем турнира в селе Нахара Мегино-Конголандского района в категории 85 кг. Спортивная такая семья. Ну, счет пока 1-0. Сейчас надо кому-то предупреждение дать загону это. Да. Грязную борьбу. И еще 2-0. Дмитрий Табаев. Дмитрий Табаев является воспитанником Нерюнгринской школы вольной борьбы. Мне тут подсказали по национальству он Хакас. Нерюнгринский Хакас. Вот проход. Вот. Да и в опасное положение. Все. В душе. Энергиний Табабаранов. Поймал. Поймал, бросил на 4 балла и положил на лопатки. Красиво завоевал бронзовую медаль. Ну, главное, здесь без претензий, уже после выхода на ковер, все нормально, разобрались между собой на ковре. Ну, и мы с удовольствием посмотрим на этот повтор. Вел Табаев 2-0. Вот и один из эпизодов. Его... Хороший переход в ногу. Да. Нет, ты даже... Бросил на 4 балла. И с этого же положения не упустил своего шанса. На весовой категории до 54 килограмма. В красном трехуле представители команды Красноярской школы вольфы. Рамазан Едуков. Мастер-спорт. Бронзовый призер чемпионата Сибирского федерального куба. Представляет спортивная школа Иркутского имени Сальтиева. У нас второй поединок за бронзовую медаль. Тоже категория 74 килограммов. Рамазан Якубов. Красноярский край. И его соперник из Иркутской области. Павел Шишлаков. Скажем, не самые известные борцы, да, выступают? Да. Ну, а в любом случае мы посмотрим эту схватку. У Красноярской школы борьбы 74 килограмма. Всегда была. Всегда была. На передовых позициях. Начиная, наверное, от... Ну, не Сальтиева. Раньше были, наверное, борцы, да? Да. Но вот яркие борцы, братья Сальтиевы. А потом и другие. Держат марку. Это Якубов молодой парень. Наверное, скоро услышим его имя. Еще два балла. Счет у нас стал 6-0. Еще раз напоминаем, в этом весе, в финале, встретятся Айсен Потапов и Тумен Бодиев. Всего осталось, считая эту схватку, 6 поединков. Ну, финал 74. Потом два поединка за бронзу в категорию 86 килограммов. А потом финал в категорию 86. Ну, и золотой финал в самой тяжелом весе 125 килограммов. Где встретятся Никита Хабаров и Эдуард Максимов. После будет награждение. Ну, и в самом конце состоится розыгрыш. Да. Одного миллиона рублей между чемпионами. В каждом из десяти весовых категорий. Роман Якубов. Ромазан Якубов. Якубов. Он является по национальности чеченцем. Ну, чеченская диаспора в Красноярском крае. Это борцовская, скажем, династия, диаспора. Достаточно известная. При Киеве тот же, тот же, тот же. Вот, да, Урбатаев есть там. Да. И Сраил Косумов. Сраил Косумов. Все они являются, да, уроженцами чеченской республики. Один балл, 7-0. Судья на ковре Сергей Семенов. Мастер спорта по вольной борьбе. Так, ну пока. Павел Шишлаков. Ничего не может, да, ничего не может, может сделать. Ну, таких попыток тоже мы не увидели. Ну, хотя время есть. Время есть. Серьезные угрозы не делает. Якубов контролирует все. Серьезные угрозы не делает. 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 Все, Рамазан на Якубов В первом периоде Заработал 6 баллов Во втором 1 И только 7-0 И становится бронзовым призером Чемпионата Нашего Небольшая рекламная пауза А затем увидим финал